здравствуйте юра я приехал к вам гости славный город сергиев посад ваш любимый и дорогой клуб каскад много раз у вас бывал на мероприятиях но сегодня мы с вами проведем беседу ну или так интервью в рамках такого проекта который я начал в этом году это 55 лет олимпийскому дзюдо и в рамках этого проекта мы поговорим только о дзюдо как олимпийском виде спорта но и как просто хорошим на средстве физического воспитания разрезе как бы вашего клуба дзюдо вот вопросы будут и о клубном дзюдо и о дзюдо олимпийском и как я вам писал предварительно дзюдо и дзюдо после согласны конечно давайте попробуем я буду стараться чтобы мои ответы были как сказать вразумительными что когда и понятными потому что это такая тема дзюдо да она очень широкая и зачастую бывает когда рассказываешь о нем да получается что говоришь одно да иногда люди воспринимают это по-другому да или потому что не всегда получается сформулировать четко свои мысли или просто люди хотят услышать то что они хотят хотели бы услышать ну будем настраиваться на позитив поэтому я думаю что у нас получится такая хорошая беседа хороший разговор ну и еще в начале маленькая такая ремарка что мы с вами постараемся сказать так чтоб люди не смогли не понять что мы имели ввиду ну я вот я вот об этом и говорил что я буду стараться и так юра продолжите фразу дзюдо для меня это для меня это гормон счастья гормон развития почему счастье потому что я получаю большое большое удовольствие от соприкосновения с дзюдо в первую очередь как тренер развитие потому что побуждает работа с детьми развиваться учиться и совершенствоваться как пришли в дзюдо и что послужило этому ну я дзюдо начал заниматься серьезно на книг и на не на посмотрел на дзюдо уже будучи студентом московского авиационного института я учился в мои жил в общежитии вот ну и значит рядом были люди которые занимались дзюдо тренировались на динамо это было не очень далеко одна остановка метро так я знаете как многие говорят там типа но все мы все вышли из самбо то есть но это может быть можно будет говорить о таких легендарных людях как олег сергей степанов вот у меня так получилось что да я начал заниматься самбо в нашем замечательном городе потому что город загорск тогда так назывался был городом чисто самбийским и на соревнования по дзюдо ездили ну вот как скажем так в виде факультатива до дополнительного образования у нас был такой легендарный человек в нашем городе да сергей иван стропинов который был мастером спорта по самбо и мастером спорта по дзюдо и он подарил мне первые дзюдоги вот это принято кимоно да кимоно и вот это первое кимоно может некорректное название но такое уже это вот из рук моего старшего товарища который получил его в подарок от японца у нас я начал заниматься в 1976 году у нас здесь есть дворец культуры имени гагарина и там на сцене была встреча за вас она громко загорск япония то есть наши спортсмены встречались с спортсменами самбистами из японии чемпионы японии там ну в общем такая была это все было на сцене было так с таким красивым антуражем оформлено и так далее тем более советского время на иностранные борцы да плюс японцы там ну то есть так это все это меня побудило к вообще к интересу заняться да то есть я достаточно в таком возрасте до 13 лет начал заниматься только сам бы да и вот пошел 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 очень так в общем то хорошо через три года там уже достаточно хорошо да у меня все это дело получалось уже будучи школьником был кандидатом мастера спорта там и так далее то есть меня это захватил вот а дзюдо это вот уже потом будучи студентом вот и как-то вот она меня на эти люди вот я не даже не знаю что за повод то есть она как-то так вот гибко мягко меня к себе подтянуло и я очень заинтересовался мне стало интересно я начал тренироваться сам ну и потом как лица также да мои я и мои ученики да вот у меня значит были также соревнования по самбо и по дзюдо вот и мои ученики потом выступали по самбо и по дзюдо потом потихоньку потихоньку во первых большой плотный календарь достаточно сына не по дзюдо и знаете если заниматься серьезно то надо заниматься одним делом хотя я очень благодарен самбо за то что вот это был такой оправной точкой к моему любимому сейчас дзюдо можно ли заниматься дзюдо без соревнований я уверенно скажу да прям с уверенностью не то что там возможно можно да я в этом уверен и как вы тогда это можете но объяснить допустим почему можно заниматься дзюдо без соревнований вот сейчас вы сказали что когда вы рассказывали о своем вовлечении в самбо дзюдо вы много слов упомянули участвовали соревнованиях самбо дзюдо соревнований 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 получается что это основа занятий или нет или все-таки это не обязательно или это не самое это не сама цель я вам скажу следующее да то есть может быть постараюсь так вот объяснить когда мне было там 25-30 лет для меня важно было что мои ученики были чемпионы а сейчас для меня важно чтобы они были здоровы и счастливы трансформируют на эту да как бы плоскость вот соревновательная часть это только часть того дзюдо о котором мы с вами сейчас говорим вот и все это знают и понимают что есть много составляющих частей в этом дзюдо и вот эта часть дзюдо соревновательная спортивная олимпийская это вот как бы всего лишь часть но для детей для детей в начале да то есть мы же становимся мудрее да у нас есть появляются определенные ценности определенные взгляды формируются вот для детей конечно наверное важно большей части степени детей до хочется побеждать хочется быть сильным крутым там непобедимым и так далее но здесь еще я думаю что в процессе нашего разговора коснемся это вот вопросы и семьи воспитания родителей отношения родителей к вот этой как взгляда на эту составляющую дзюдо сегодня есть тенденция когда дети ну или родители уже приводят детей в три года на занятия дзюдо ваше мнение по этому поводу мое мнение я вам скажу так вот прям возьмем вот вы как озвучили три года три года это очень сложный возраст с точки зрения психоэмоционального состояния детей вот с моей точки зрения и это так но скажем так доказано нашим опытным путем так нам приходили родители которые вот у нас три года и так далее мы делали какие-то попытки да то есть но это дзюдо конечно да то есть все это дело но считать его там до 14-16 лет да когда вот ребят а есть еще такой и родители зачастую не понимают какие тут моменты и так далее то есть я сторонник того что если вдруг в каких-то клубах школах в каких-то клубах школах детсадах хотят развивать это это направление до детского дзюдо именно такого до дзюдо я все-таки бы рекомендовал начинать не ранее чем с четырех лет это раз вот но если уж совсем то только в присутствии родителей то есть при влечении родителей натоталь далее да то есть возраст четырех пяти шести лет да дзюдо должно формировать с моей точки зрения точнее тренер посредством дзюдо должен формировать только одну составляющую это ну как сказать основной ее считать это позитив от занятий дзюдо чтобы ребенок любил дзюдо еще до конца не понимая и не погрузившись в него чтобы он чувствовал и понимал и знал ну как сказать интуитивно да или эмоционально что дзюдо это вот интересно это круто это здорово и это ну в конце концов весело сегодня в российской федерации есть так может быть я не совсем правильно да слово подобрал две системы которые вовлечены в работу там по развитию дзюдо по занятиям дзюдо это частные клубы или школы дзюдо и государственные клубы и школы одни это частные клубы рассчитывают только на свои силы другие имеют большую государственную поддержку насколько честная такая конкуренция на ваш взгляд я это задал вопрос не потому что как бы так праздную просто на самом деле сейчас есть такая тенденция да очень много открывается частных клубов да но я у меня и тем более у вас я услышал я услышал я понял значит смотрите здесь с точки зрения до конкуренции есть но понимаете скажем так изначально исторически до сложилось что спортивные школы они имеют достаточно долгую историю до и государственных поддержек и да вот так называемые как вы говорите частные клубы да вот да значит или негосударственные да вот слово участник как-то не ложится на слух но это не это чисто мое эмоциональное восприятие да музыкант наверное вот значит негосударственные учреждения дзюдо и государственные клубы и школы это же выбор людей понимаете то есть ну не вызов государственным школам а выбор то есть осознанный выбор человека самореализоваться вот сделать так как он это видит потому что ну скажем так вот вы коснулись нашего клуба да он был создан именно для того да или ну скажем так был выбор чтобы имея свой взгляд и свою точку зрения на развитие именно детского джудо вот делать так как мы это видим вот чтобы в этой работе были не только голые очки секунды но и было воспитание вот да есть такая у нас устоявшаяся фраза вот в клубе да и хороший спортсмен на год и хороший человек на всю жизнь вот и до подход и к обучению и к взаимоотношениям там и прочее 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 то есть понимаете то есть спортивная государственная школа да она имеет определенные цели определенные задачи которые ну скажем так если можно так сказать госзаказ будем так говорить да вот а здесь да клуб да ну то есть я говорю о нашем опять же клубе да это немножко другой вариант то есть это наш взгляд на то как нам хотелось бы чтобы это происходило поэтому да конечно у нас мы в разных финансовых да ипостасях разных весовых категорий так называемый но это я думаю что людей которые видят цель знаю что они хотят не особо напрягает и расстраивает ну как-то так наверное зачастую много раз слышно по телевизору вообще как бы среди людей но и говорят что детский спорт или вообще занятие с детьми как физическое воспитание должно быть бесплатно ваше мнение по этому поводу с точки зрения занятий именно как коснемся занятий то я скажу что да я считаю что дети да они всегда являлись во все времена и годы заложниками разборок взрослых назовем так ну или дел взрослых поступка взрослых мнение взрослых и так далее вот поэтому вот именно если мы берем занятия да обучение там и так далее вот но опять же да с моей точки зрения это зона ответственности государства вот я ну это моя еще раз говорю чисто субъективная точка зрения да и этот вопрос я так понимаю да он связан именно с предыдущим да да частные клубы да не государственные да то есть которые которые финансируются за счет не государственных средств не бюджетных средств поэтому с моей точки зрения да вот именно зона ответственности государства она в чем когда сам состоит в компенсации именно до посредством ну то есть ведь в негосударственных обучающих в школах дзюдо негосударственных и клубов все ложится на плечи особенно самая такая ну немаловажная составляющая как размещение инструкционных расходов да назовем так это да или как коммунал когда а закона то много таких составляющих ног это очень уж потому что ну все 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 стоит денег лампочки туалетная бумага там прочее все но и так далее так далее так далее вот и с моей точки зрения да то есть здесь получается так что да помимо еще естественно там до каких-то возможно при ну там денежных вознаграждений да людей которые работают в этом клубе это тоже как бы нормально да и никаких здесь моментов и противоречий нет но да то есть если выстроить отношения таким образом чтобы муниципальные государственные структуры компенсировали да то есть вот у меня есть опыт общения да вот что клуб проводит два мероприятия в городе то есть он за них отвечает организует ну такие найти социально массовые значимые да такие в результате но как раз по договору до город берет на себя содержание клуба техническое ну то есть опять коммуналку понимаете поэтому здесь вот такая тема поэтому все остальные моменты до клуб решает уже таким то есть комплекс должен быть подход поэтому я еще раз просто хочу сказать что все дети все желающие дети с моей точки зрения опять же должны иметь возможность попробовать себя отсюда ну я в частности в спорте конечно да то есть ну если может быть только не будем брать да там формулу 1 да потому что болиды я как-то разговаривал с одним человеком который очень вот настаивал на том что все как вот было допустим там советском союзе спорт для детей там все бесплатно и так далее вот эти частные школы он будет клубы открываются они берут деньги за это и так далее я ему как бы в противовес сказал а что здесь все-таки разное должно быть понимание что бывают такие клубы школы деду которые имеют или их не руководители имеет социальную ответственность перед допустим обществом и если вот как вы сказали сейчас что каждый конечно ребенок может попробовать заниматься дзюдо но есть семьи которые могут это позволить себе оплатить для своего ребенка если имя которые нет значит опять-таки это может быть личная социальная ответственность руководителя клуба который может просто принять ребенка из малообеспеченных семей абсолютно бесплатно но компенсирует это за счет тех родителей семей которые могут оплатить занятие ребенка то есть это получается опять таки мы выстрел можно выстроить систему социальной социальной ответственности более обеспеченных людей перед по каким-то обстоятельствам допустим менее обеспеченных но вы знаете и сейчас есть такая тенденция очень интересная я с ней столкнулся в москве да когда мы общались с моим товарищем да и вот у него очень мощные партнеры с точки зрения поддержания то есть финансируют но все затраты в том числе и возмещение в денежное вознаграждение тренера вот и вот пока мы общались я не там не помню что начало сентября начало учебного года четыре-пять человек приходили и практически как под копирку говорили а сколько стоит бесплатно значит никак то есть смысл какой то есть если бесплатно у людей почему такие стереотипы что они не получат качественный продукт скажем так качественное обучение качественный подход ну то есть вот профессиональный подход то есть тут опять таки вопрос идет как бы информирование объяснение людям что бесплатно или вообще что такое слово бесплатно все таки бесплатно и в советском союзе не было за все оплачивало ну опять таки я могу сказать следующее да то есть ну как говорят делай да добро тихо но вот ну так вот чуть чуть коснусь то есть вот да у нас то есть когда вот такая ситуация возникает я всегда пытаюсь родителям объяснить что понимаете бесплатно это для вас это не значит что это для клуба для других людей там и так далее и так далее то есть вот именно так и от вас требуется добросовестное посещение занятий добросовестное отношение к занятиям и соответствующее отношение вообще к системе и клуба который существует здесь да работать тогда мы с вами договорились а просто вот хочу приду хочу не приду то есть ну если бесплатно халява да хочу так не ребят так не пойдет вот как то так ваш клуб дзюдо каскад в этом году удостоился почетного трофея от европейского союза дзюдо что это за награда и за что она присуждается до сих пор вот дзюдо